Здравствуйте! Сегодня я выступлю по поводу печальной даты, а именно два года со дня содержания моего мужа Игоря Лосика. И сегодня я не буду рассказывать гражданину Лукашенко о том, каково это быть женой политзаключенного и как сами политзаключенные справляются со всем этим ужасом. Смысла в этом ноль, особенно когда имеешь дело с самым главным боссом. Сегодня у меня к нему предложение. Я не буду ходить вокруг да около, поэтому начну. Но, гражданин Лукашенко, предлагаю вам заменить моего мужа на себя. Я готова добровольно сесть в белорусскую тюрьму и взять на себя все уголовные статьи Игоря взамен на его свободу. Если вам очень хочется, вы можете набросить мне еще парочку уголовных статей для получения большего удовольствия. Я иду на такой шаг только при условии, что Игорь с дочкой покинет страну. Вы ничего не теряете, ведь в вашем магазине человеческих судеб их количество останется тем же. Говорить со мной вы испугались. Ладно, я все же попробую пообщаться с вами на равных и на том языке, который для вас более понятен. И в этот раз я все же надеюсь хотя бы на минимальную реакцию или же рассказ про крепкий орешек. Это фейк. Начнем с того, что ваши подчиненные лучше кого-либо другого знают, что мой муж не виновен. Да и факты, доказывающие это, я вам предоставила. Только представьте мое удивление, когда мой муж выкрикнул их на оглашение приговора. Изначально я подумала, что следственный комитет написал текст для какого-то стендап-шоу, а не материалы уголовного дела. Да, вы такой строгий и хотите всех нас проучить, мол, будете знать, как на батьку рыпаться. Как посмел этот народец вам перечить. Очень даже смеет и более того, имеет на это право закрепленное Конституцией нашей страны. А именно, статья 35. Ну и не забудем про статью 33. Если вы ее прочитаете, то, наверное, удивитесь, ведь там написано про свободу мнений, убеждений и их свободное выражение. Это совсем не ваш стиль. Не так ли? Теперь, игнорируя Конституцию Республики Беларусь, которая, на секундочку, является основным законом страны и имеет высшую юридическую силу, вы посадили в тюрьмы огромное количество невиновных людей. А теперь ставите над ними опыты, видимо, проверяя их на стрессоустойчивость, и наблюдаете, как исчезает их здоровье в тех условиях, которые для них создали. Бросать людей в СИЗО за правду, за то, что их мысли отличаются от ваших, за просто так, черта слабых. Слабых и тех, кому очень страшно. Да-да, Александр Григорьевич, вы сколько угодно можете говорить о том, что санкции делают нас сильнее, а мы как никогда едины, но такого раскола в обществе, в каждой его сфере, Беларусь еще никогда не видела. Напомню вам хотя бы ситуацию 17 августа 2020 года, когда на НЗКТ рабочие отчетливо и ясно выразили свою позицию по поводу прошедших выборов. Вам было неприятно. И мы все помним, что за этим последовало. И это продолжается до сих пор. Да, отчасти вы добились своей цели, сейчас далеко не каждый готов открыто выражать свое мнение, но заставить людей думать по-другому – задача непосильная даже для вас. Ваши подчиненные часто говорят, что все те, кто пошел против вас – трусы и лжецы. Я все же не соглашусь, ведь добровольно сесть в тюрьму готов далеко не каждый. И я не единственная, кто сделал такой шаг. В тюрьмах сидят люди, которые отказались покидать Беларусь, несмотря на всю опасность, которая им угрожала. Предвижу ваш вопрос – а кто она такая и почему ставит мне условия? Оставлю я условия по той причине, что все, начиная с задержания моего мужа, его нахождение в СИЗО, абсурдного суда и приговора – незаконно. Так вот, говорю я абсолютно серьезно, я готова сесть в тюрьму в обмен на свободу для своего мужа Игоря Лосика. На принятие этого решения ушло немало времени, и я ни в коем случае не могу назвать его ни спонтанным, ни принятым на эмоциях. Знаете, мои поступки вряд ли в корне смогут изменить ситуацию в Беларуси, но мне правда надоело ждать смелых шагов от кого-то. Пусть этим кем-то буду я. Хотя бы в рамках нашей семьи. За два года Игорь показал Беларуси и всему миру, что даже из тюрьмы можно бороться со всем этим беспределом. Что же, настал мой черед совершить что-то действительно смелое. Пусть кто-то скажет, что мой поступок глупый и безрассудный, я это пойму. Я спокойно отношусь к критике в свой адрес. И да, меня нельзя запугать. Проходили. У вас не получается. Закрыть мне рот? Увы, тоже не вариант. Ваши ребята знают, где меня найти, а вы знаете, что мне нужно. Все просто. Так никогда.